Ох и вопрос у вас. Ни политической, ни научной полноценной оценки нет этим событием. Однозначно говорить, что это праздник, что это день независимости, у меня иногда язык не поворачивается. Было совершено государственное преступление. Люди очень быстро забывают уроки прошлого. Народ изменился, к сожалению, у нас не меняются властные структуры, не меняется власть. Сохранилась тоталитарная модель управления. Кто имел право применять боевое или табельное оружие? Кто? По сути, мы банановая республика, по многим позициям. Казахи не народ терпелый. Мы успешный народ. Что если все так останется и не будет, скажем так, глобальных изменений, то мы можем не избежать очередного Кантара. Здравствуйте, это «Голос народа». Меня зовут Салтаната Рыгбаева. Сегодня у нас в гостях историк, архивист Хуандек Кудайбергенов. Мы рады вас приветствовать, Хуандек Чингизович. Здравствуйте. Спасибо большое, что пришли к нам в студию. Сегодня мы хотим поговорить с вами на тему независимости нашей страны, на тему 1986 года. И прежде чем мы перейдем к основным событиям, так скажем, 1986 года, сейчас вы можете дать, так скажем, историческую оценку событиям и периоду, в котором мы находимся сейчас, независимости... Когда? Независимости 32 года. Ох и вопрос у вас. Ну, что я могу сказать? События декабря 1986 года, они оказали очень большое влияние не только на Казахстан, но и на весь Советский Союз в того времени. Казахстан тогда был частью большой, огромной советской государственности. Мы были одной из союзных республик. Если говорить о исторической оценке, к сожалению, сегодня нет этим событиям полноценной политической оценки, потому что ни власть предыдущая, старого Казахстана, ни власть нового Казахстана полноценно не может и, скорее всего, в силу, скажем так, тех обстоятельств, которые, скажем так, определяют характеристики этой власти, она и не способна это дать, потому что слишком много недомолвок в этих событиях. Кроме политической оценки нужна, естественно, научная оценка. Опять же, к сожалению, историческая наука, политология, все науки, связанные с политизированной частью научных отраслей, они в Казахстане носят провластный характер, неважно, какой бы у нас научно-исследовательский институт не был или высшее учебное заведение, так или иначе, они связаны с государственным бюджетом, с государственным видением. Поэтому полноценной объективной научной оценки сегодня тоже нет. Хотя есть ученые, есть историки, специалисты, политологи, и не только историки, которые вполне объективно дают определенную оценку, но это, опять же, не является ярко выраженной научной точкой зрения целиком, потому что основные научно-исследовательские институты наши, центры исторического образования, политологического, сегодня обходят стороной, обтекаемо дают оценку этим событиям. Плюс ко всему мы должны еще учесть третью сторону. Всегда важна не только политическая оценка событий, научная оценка, но еще и общественная оценка. В сознании большинства жителей Казахстана, особенно тех, которые на себе ощутили эти события, я сам тогда был студентом исторического факультета и был, так же, как и многие мои коллеги, заперт в общежитии, и мы в течение двух, а то и даже почти трех дней не могли выйти с общежития, даже продукты купить, потому что первоначально нам объяснили, что проводятся какие-то учения, потом следующий довод был, что на улице 50-градусные морозы приближаются, и начали искать тех, кто к тому времени уже успели с общежития выйти, всего разных причин обстоятельств, их искали, потом они пришли не в общежитие, а попали уже в следственные изоляторы Комитета государственной безопасности, милиции того времени. Поэтому, естественно, нужна общественная оценка. Что такое общественная оценка? Как население понимает эти события? Мое поколение это понимает по-своему, а современное поколение, особенно молодежи, оно может его понимать абсолютно по-другому. А предыдущие, будущие поколения, возможно, со всеми эти события будут по-другому понимать. Поэтому ни политической, ни научной полноценной оценки нет этим событиям. Общественная оценка, она, собственно говоря, она всегда была и есть, но она всегда исходит из того, насколько доступна информация, насколько она объективна. К сожалению, все архивы, все документы нужные, они до сих пор засекречены. Многие, скажем так, находятся в выемке, содержатся в архивах ФСБ в Москве. Но в любом случае, я думаю, что наши органы и специалисты смогли сделать своими копиями. Даже наши архивы, к сожалению, большинство специалистов полноценно недоступны. В общем доступе есть только материалы, связанные с государственной комиссией, которую возглавлял Шахаров на тот период. Мухтар — это известный общественный политический деятель, поэт, писатель. Туда входили депутаты Верховного Совета, многие политически известные деятели того времени. Но, тем не менее, эти отчеты, эта оценка, она неполноценна. И однозначно говорить, что это праздник, что это день независимости, у меня иногда язык не поворачивается. Лично для меня это дни государственного траура. В моем понимании, как гражданина, не как историка, было совершено государственное преступление, в результате которого пострадали десятки тысяч людей. Мы говорим только об официально задокументированных 8,5 тысяч человек, которые подверглись различным гонениям. Мы говорим до сих пор неизвестное количество погибших и исчезнувших людей. Понимаете, это ведь какое неуважение должно быть к своему народу. Это раз. Во-вторых, есть люди, которые пострадали, получили различного рода административные правонарушения. Это не так страшно, но их очислили с университетов, уволили с работы, пострадали их семья, пострадали родственники. Собственно говоря, это ведь судьба людей. И такое безответственное, безнравственное отношение. Мне еще понятно, когда это отношение было в Советском Союзе культивировалось, потому что власти было, что скрывать. Ну а что скрывать нынешней власти? Почему вновь не вернуться к этим событиям? У нас очень много политических событий, явлений, которым не даются полноценные оценки. Даже те события, которые связаны с 20-30 годами 20 века, когда на территории не только Казахстана, но и, скажем так, огромных территориях Советского Союза был голодомор, голод. И мы полноценно не знаем точное количество погибших. Хотя выпущен большой многотомник, а шашелок, пять томов. Я даже участвовал в работе этой комиссии первоначально. Но тоже многое сделано формально. Выпустили для отчетности, оставили, никто об этом сейчас не помнит. Ну, собственно говоря, это делается для научной интеллигенции. Для них, возможно, какие-то исследования ведутся. Поэтому этим событиям нужна полноценная оценка. И политическая, и научная. Но в последующем общественная оценка навсегда будет разной. А если говорить, как к этому относятся современные поколения, к сожалению, в жизни человека есть определенные законы. То есть люди очень быстро забывают уроки прошлого. Плюс ко всему, у нас серьезно поменялась система образования, потому что поменялся государственный строй. Поменялось концептуально все. Отношение к жизни, экономическая модель. В связи с этим появился совсем другой народ политический. Сегодня у нас казахский народ, казахстанский народ. Это совсем другое явление. А в 1986 году мы очень часто забываем, но к тому времени вполне счастливо, не без проблем, но функционировал такое объединение, как советский народ. То есть СССР это союз, скажем так, равноправных народов, равноправных наций. Хотя понятие равноправность, она такая. Юриспруденция одна из таких холодных расчетливых наук, когда такими простыми словами еще с римских времен, это было разделяя и властвуй, можно дать в политическую нормативно-правовую лексику, включить и сказать, что это демократия. И все с этим согласятся. Поэтому все познается в сравнении. И я думаю, что современная молодежь, не только школьная и студенческая, к этим событиям, наверное, относится в большей степени, ну, скажем так, более остро, может быть, даже чем мое поколение. Потому что мы сегодня имеем большой пласт молодежи, нового поколения, которые ментально другие. Они не выросли в эпоху всеобщего запрета, они выросли в эпоху глобализма, когда информация сегодня стала общедоступной. Но народ изменился. К сожалению, у нас не меняются властные структуры, не меняется власть, не меняется политическая модель управления. И поэтому, если вы хотите сказать, какое-то значение имели события декабря 1986 года, конечно, они имели большое значение не только для казахов, казахстанцев. Они имели большое... Это событие имело большое значение для всего Советского Союза. Потому что Коммунистическая партия Советского Союза это ни в коем случае нельзя сравнивать с нынешними партиями Республика, Аманат, Народные партии. Потому что это несопоставимое сравнение. Потому что в Советском Союзе генеральную линию управления страной определяла одна политическая партия. Коммунистическая партия Советского Союза. И она имела не просто карт-бланш, она имела монополию на управление, монополию в идеологии, монополию в экономике, монополию в решении всех международных и внутренних задач. Таких полномочий ни у одной партии, которая сегодня есть в Казахстане, нет. Потому что у нас все же введена форма республиканского строя, где есть, скажем так, по крайней мере, в моем понимании, примитивная имитация демократии. Это вот мое личное мнение. У нас, естественно, демократия есть. Никаких проблем. Создавая политические организации, участие в выборах, с этой стороны, точка зрения, все хорошо. Но создание политических организаций, движений, это элементы гражданского общества, которому государство должно не мешать, а способствовать. И здесь тоже наша власть, неважно, это старый Казахстан или власть нового Казахстана, она этим вопросом, скажем так, не занимается. Потому что гражданское общество автоматически предполагает высокий уровень оппозиционного инакомысля в обществе. Оно не нужно. По крайней мере, власть. Оно не нужно вообще никакой власти. И с этих позиций, конечно, не стоит осуждать ни администрацию нашего президента, ни те партии Карликовые, не Карликовые, которые сегодня в парламенте есть. Все равно мы слышим какие-то их голоса, их мнения, и спасибо им за это. В любом случае определенная работа ведется, но она ведется в контролируемом пространстве. Они делают только то, на что они могут постигнуть, и делают ровно столько, сколько им разрешат. Это, опять же, мое мнение. Я вообще не считаю, что оппозиция как-то опасна для власти, потому что задача политических партий не вести политическую борьбу в конечном итоге, а доказать преимущество своей идеологии, своей методологии в развитии управления страной. Это первое. Второе, попытаться законными путями, основываясь только на нормативные документы, прийти к власти и способствовать изменению государства не снизов, а сверху. Поэтому, естественно, все эти процессы, они проходят, скажем так, ни шатка, ни валка, в таком перманентном режиме. клиент болен, но еще здоров, поэтому как-то живем, как говорится. Да. Серые пятна в истории Казахстана, в том числе 86-й год, это закономерность, которая нам осталась с советских времен, она так и будет продолжаться? В какой момент мы узнаем правду? Ну, я бы не сказал, что это серые пятна, это кровавые пятна, это черные пятна. Серые пятна, наверное, это когда есть какие-то неправильные реформы, которые там навлекают на общество, на население, какие-то проблемы, там, приняли неправильные налоговые законодательства, оно помешало развитию бизнеса, развитию там какой-то отрасли хозяйства. Это серое пятно, в моем понимании. Не смертельно, но плохо. Могли достичь быстрее, будем достигать лет 20. К примеру, я утрирую опять же. Поэтому события, которые можно выставить на уровень событий декабря 1986 года, 1986 года, наверное, события Жанна Зевна. Это страшнейшие события, которые произошли при администрации президента Назарбаева. Это события января, конпарские события, всем известные, которые уже произошли при руководстве... Красные пятна. Да, тоже кровавые пятна, тоже много вопросов, много недомолвок, и много вопросов к отчету генерального прокурора, много вопросов к тому, как это обсуждается. Это ведь никак не обсуждается. Ведь январь перед носом у нас и прошло совсем немного времени. И эти вещи ведь не происходят сами по себе. То есть, значит, к этому какой-то мере какая-то часть населения была готова. То есть, степень недовольности, степень разочарования властью, своим социальным положением, своим уровнем жизни, своим, скажем так, самовыражением, да, это все было крайне на низком уровне. И психологи ведь давно говорят, что нужно всегда мониторить, социологи об этом говорят. Но, к сожалению, все эти организации ведь провластные. Они получают деньги от властных структур за счет научных грантов. Собственно говоря, я не удивлен, если вся эта статистика, вся эта инфографика красивая, она зачастую, наверное, согласовывается. Нарисована. Возможно. Я не могу так говорить. То есть, правительство не узнает о том, что в стране настроение такое, что возможно произойдутся. ну, что это за правительство? Правительство должно быть очень сильным игроком. В Казахстане оно не является сильным игроком. Вот в Великобритании правительство является сильным игроком, потому что у премьер-министра полномочия очень большие. А полномочия у нашего премьер-министра какие? Они широкие, большие. Но он всецело зависит от администрации президента. Всецело зависит. Поэтому сама модель управления в Казахстане, она не носит демократический характер. Полноценный, скажем так, в духе современного времени. Условно говоря, это уровень даже не сороковых годов в Соединенных Штатах Америки. Это мы сегодня можем все что угодно говорить. Нью-Казахстан, Супер-Казахстан, все что угодно. Глобал-Казахстан, да. Ничего ведь не меняется. Мы даже на уровне выборного законодательства не продвинулись вперед. Мы даже боимся выбирать Акимов областей, Акимов районов, Акимов городов. У нас выбираются только Акимы сел, которые вымирают, небольших там поселков, аулов. А с чем это связано? Неужели у нас нет в обществе людей, которые недостойны, и мы всегда ждем, кого назначит там центр. Областной Акимов согласовывает, любая должность любого министра согласовывается. Это с чем связано? Это прежде всего связано с тем, что у нас сохранилась тоталитарная модель управления. При общей форме управления оно носит демократический характер, но сама модель, методы, методика ведь можно назвать как угодно, но при этом не менять стилистику работы. Потому что это играет только в том случае успешно, если власть, тот же аппарат президента, сам президент, то же правительство ставит ставку по принципу меритократии на достойных людей. Людей, которые квалифицированные, людей, которые честны, порядочные, люди, которые могут работать во благо народа. Но к сожалению, мы же не видим этого. У нас министры меняются, как женщины перчатки меняют в своем гардеробе. Протом они с одного министерства переходят в другое. У нас не меняется парламент, хотя количество партий там вроде бы как увеличилось, что-то поменяли, но даже эти вещи насколько кулуарно я слышу, говорят, согласовываются в аппарате президента. Какие партии поддержать? Предварительно с ними договариваются. Конечно, есть депутаты, которых не особо там удержишь. в принципе, есть такая модель, когда там можно пару человек оставить, которые будут шум какой-то поднимать, но принципиально не меняется ничего, потому что страна должна управляться прежде всего по принципу меритократии достойными людьми. Или власть должна быть таковой, что способна определять достойных людей. Нет никаких проблем, ведь демократия это не панацея, а бед вообще. Мы можем доиграться до того, что везде назначим выборы и кто попал и туда придет, потому что сейчас идет аполитизация у основной массы населения, особенно умных, интеллектуальных. Единственная, конечно, надежда на патриотически настроенных людей, которые не бросят, которые будут доводить свое дело до конца. А многие люди просто не хотят. Многие хотят уехать. Ну, Россия, конечно, не тот регион, куда нужно уезжать, но уезжают в дальние зарубежья. Те находят достойные условия. Но я не думаю, что где-то там в США или там в Великой Британии жизнь будет лучше, чем здесь, по большому счету. Потому что везде нужно доказывать свою состоятельность, конкурентоспособность, неважно, компания это или отдельно взятый бизнесмен или специалист какой-то. Но в целом среда в этих странах, она благоприятствует тому, чтобы человек развивался и достигал успеха, потому что инфраструктурно государство настроено на то, чтобы люди высокоразвестных странах могли раскрываться с лучшей стороны, могли зарабатывать честно и больше, могли развивать свой бизнес, скажем так, своей контентной и профессиональной части более достойно. У нас, к сожалению, очень многое решается на кулуарном уровне, очень много коррупции, очень много противоречий законодательства, которые не позволяют этого делать. Плюс ко всему, все это создает столько бюрократических препонов, потому что сама модель управления государством, она глубоко законсервирована, бюрократизирована. Почему, например, Российская империя проиграла войну русско-японскую при Николае II? Да потому что страна была абсолютно неуправляемая, армия была слабая, экономика была крайне на низком уровне развития. Были, конечно, успехи, там у них показатели по количеству зерна, по освоенности, там каких-то лесных массивов, потому что капитализм в России тоже развивался, но он не был масштабным, мощным государством. И небольшая Япония, которая практически не имеет никаких сырьевых запасов, благодаря за счет мощной организации, за счет четкого порядка управления, ну я думаю, что отсутствует на ней коррупции, смогла нанести военное поражение, которое привело к катастрофе. Случилась революция в 1907-1905 году, последующая революция, которая привела к распаду Российской империи, потому что тот менеджмент политический, царский, он не был способен управлять этой страной. А теперь перейдем к Казахстану. Наш менеджмент способен с этим справиться? Не знаю, потому что у нас страна немаленькая, мы уже должны перестать себя позиционировать как карликовое государство. Казахстан является девятой страной в мире с огромным экономическим, прежде всего природным потенциалом, которым можно преобразовать в экономические показатели при разумном подходе. Но это делается каким образом? Потому что основные части наших недр уходят за рубеж, потому что нет полноценной переработки. Власть должна меняться, но она не меняется, и она не изменилась. Это раз. А у нас уже поменялось общество. Люди поменялись. Люди ментально более свободны сегодня. Вот поколение моих детей, оно уже не будет прислушиваться к тому, что скажет какой-то министр или, скажем так, советник президента, или сам президент, или госсекретарь. Им глубоко наплевать на многие вещи, потому что они выросли более свободно. Потому что общественное государственное телевидение средство массы информации, которое контролируется государством, финансируется государством, поддерживается, они никак не влияют на мозги, на умы, на, скажем так, качественный контент, который определяет мыслительную деятельность, идеологическую составляющую современной молодежи. Никак не определяет. Причина в чем? Причина в том, что наши дети, наши, скажем так, современники, казахстанцы, казахи, неважно, они уже видят, что в мире есть другие аналоги, как можно жить, как можно развиваться, и они это делают, не дожидаясь, пока манна небесная не упадет на казахский народ. Понимаете? Поэтому правда, есть определенная категория, которая лояльна к власти среди молодежи, но здесь тоже власть не сидит, она также работает, тот же бывший Жасотан, я не знаю, как сейчас называется, но при Аманате, наверное, что-то тоже как-то называют, не знаю я, но они используют, опять же, те же самые методы, которые использовала советская власть. Раньше была пионерия, которая слепо делала все, чтобы стать комсомольцами, потом были комсомольцы, которые делали все возможное, чтобы стать коммунистами, и так выращивалось лояльное поколение будущих, если не чиновников, но лояльное поколение того электората, которое поддерживало эту власть. Сегодня такими же методами работает и администрация президента, и наша ведущая правящая партия Аманат. Они очень красиво все переобулились, были сперва партией Нур-Отан, потом Отан, не ошибаюсь, теперь стали Аманатовцами, ну, большинство из них. Ну, ходили до этого красными коммунистами, что поменялось? Тукаев сам был коммунистом, так же, как и Назарбаев. Поэтому, дело не важное, люди могут ошибаться, люди в любом случае были выходцами своей эпохи. В исторической науке есть такой методологический, скажем так, термин, когда принцип историзма, любое историческое явление, любую историческую эпоху, процесс, любую историческую личность, нужно оценить в рамках той исторической эпохи, того времени, и тогда все становится понятно. Поэтому, я не особо верю в то, что люди, которые находятся на первых эшелонах во власти, сильно поменяют Казахстан. Потому что, может, это общая практика в развитии, мы уже стали не аульным государством, мы стали урбанизированным государством. Львиная доля населения живет в городах с определенным уровнем комфорта жизни, с определенными взглядами на жизнь. Если в ауле есть традиционная форма, традиционная семья, когда почитание старшего, уважение к власти, это испокон, из тысячелетий, тысячелетий прививалось и воспитывалось, в городах такой культуры уже практически нет. И мы имеем модернистскую семью, урбанизированную семью, которую только используют формальные элементы традиционного воспитания. Если в советское время и в первые годы, скажем так, нашего республиканского независимого развития это как-то сработало, сегодня антигосударственный элемент электората очень высокий. И я не думаю, что основная масса населения поддерживает те реформы, которые происходят в нашей стране. какая-то часть вообще не понимает и не вникает. К сожалению, сами чиновники порой не понимают, которые должны заниматься внедрением реализации реформ. немалая часть открыто против, потому что они тоже могут не понять и не знают, потому что для анализа политических реформ, экономических реформ все же нужна компетенция. В этом плане власть тоже работает коряво и слабо. Какие-то отчеты собирают. Вот пройдет послание, потом идет отчетность, как обсуждалось это послание. Человек не успел прочитать, ему делать нечего, может он какой-то диктив читает, а на второй день с него спрашивают пожалуйста отчитайтесь. У нас ведь до сих пор идет тотальный административный контроль. Он есть практически во многих, практически во всех государствах, но он идет скажем так не то что в разумных пределах, а в пределах того, что все же в высокоразвитых цивилизованных государствах уже выработана не просто ментально гражданская общественность, но еще она организовалась с политическими организациями, общественными организациями. У нас этого не произошло к сожалению. Оппозиционные серьезные политические партии были уничтожены, не все безоблачно у них там было у самих в организации работы, это отдельный разговор. Плюс ко всему те неправительственные организации, которые создаются, они далеко не являются неправительственными, потому что есть серьезная информация, когда неправительственные организации серьезно бюджетируются и поддерживаются государством. Неправительственные организации не должны поддерживаться государством. Если они должны поддерживаться, то это должно быть на серьезной конкурсной основе. И это должно быть действительно ярким выражением определенных социальных слоев населения. У нас могут назвать неправительственные организации женщин-аула, но при этом там может быть ни одной аульчанки. Все они могут быть выходцами, вполне состоятельными жителями городов, бизнес-вуменами или деятелями каких-то политических партий, которые временно отошли на неправительственные организации. Я все предполагаю, потому что модель, сама форма работы политической нашей системы президентской, она не меняется, к сожалению. Принципиально не меняется. Я не говорю, что совсем стало плохо. Сейчас стало больше плюрализма с появлением нового президента Тукаева. Больше стало инакомыслие, больше стало оппозиционности. Но это стало не потому, что власть такая, а потому что уже невозможно стало населению, скажем так, общественности умалчивать эти проблемы. Поэтому у нас есть привычка, у нашей власти замалчивать историю. Получается, наша власть настолько далека от общественности, от людей, от своего простого народа, что они не могли предсказать декабрь 86-го, они не могли предсказать Жан-Аузен и Кантар. Ну, давайте так. По событиям 1986-го года, это уже давно минувших лет, и там очень много неясности. Но если оценивать... Там было решение пленума ЦК КПСС, потому что вы же помните причину, почему это произошло. Потому что был снят с должности первый секретарь ЦК Компартии Казахстана Тинухамед Ахмедович Кунаев. Должность и время работы которого тоже нуждается и в научной, и политической оценке. Потому что я далеко не идеализирую политическую фигуру Кунаева, не все было безоблачно, но все же это был лидер, который достиг и сделал очень много для Казахстана. И он работал в системе репрессивного государственного управления. И очень тяжело его критиковать, понимаете? Назарбаев ведь сам выходить из той системы. Поэтому, что они могли предположить? Естественно, было известно, что будут снимать Кунаева. Но это было известно только узкому кругу людей, которые у власти были в то время. Поэтому общественность народ и не знал, естественно. Что касается жанузенских событий, ну они же известные. Эти события же не состоялись на голом месте, то есть беспочвенные. Здесь относительно западного Казахстана, это глубоко казахоязычные регионы. Там высокая доля титульной нации, казахов. Плюс ко всему, это регион промышленный, опять же в кавычках. Потому что там есть мощные нефтяные, газоносные, логистические центры. Но при всем при этом регион очень бедный, с тяжелой экологией. Это раз. Соответственно, это еще наслаивало определенные проблемы на восприятие многих событий. Они же ведь не сразу начали ломать стулья, сжигать там акиматы, избивать полицейских. Это ведь состоялось после того, когда власть просто перестала. Когда мы говорим власть, это значит местные акиматы. И их надо сразу ассоциировать с областным акиматом. Надо ассоциировать сразу с правительством Республики Казахстан. Надо ассоциировать сразу с аппаратом президента. И надо ассоциировать сразу с самим президентом. Потому что обвинять... Как вы можете обвинять местную власть? Если вы их сами назначали. Если вы прекрасно знали, что люди не первый день стоят на улице со своими требованиями. Отдельный вопрос, насколько те были правы, выступающие, бунтующие, скажем так, своими требованиями. Потому что это требует отдельного разбора, где не все так безоблачно и гладко. Понимаете? Мы не должны переходить 100% на оправдывание народных действий. Таким образом мы подвигнем народ ко всеобщему бунту везде. Потому что никто не отменял законы государства. Но то, что государство было абсолютно неуправляемо в то время, это абсолютно налицо. Потому что иначе как? Ведь была дана команда на вооруженный отстрел бунтующих людей. Кто эту команду подписывал? Кто имел право применять боевое или табельное оружие? Кто? Давайте с этого начнем. Были ли поручения с аппарата президента непосредственно самим Назарбаевым? То есть все эти вопросы ведь можно поднять и поднять стенограмму, поднять. Это же не проблема. По большому счету все это уже давно известно для большинства людей. Сегодня мы в век цифровых технологий порой быстрее получаем. Темперезидент много информации, потому что любой может через WhatsApp, через телефон заснять, отправить. Как бы там не запрещали, но информации много на этот счет. Но тем не менее власть плохо сработала. И после этих событий обвиняет само местное население. Начали обвинять там каких-то руководителей каких-то компаний. Но по большому счету это просто повод, потому что то, что произошло, это лишний раз показатель социальной неувстворенности населения. Если человек несчастен, как он может быть счастливым? А в чем его несчастье выражается? В неувстворенности. Почему мы можем людям отказать в том, что человек хочет иметь там хорошую модель телефона? Почему мы должны ему отказывать в этом? Он должен иметь там хороший автомобиль, ну пусть не люксовый. Почему мы в этом тоже должны отказывать людям, которые занимаются грязной, тяжелой работой, очень вредной для здоровья? Потому что, я это почему говорю, очень часто звучала позиция, что местное население не совсем благодарное, им платят высокие зарплаты. Да, средний уровень зарплаты высокие. Но вы извините, если вы хотя бы раз были в Атрау, там невозможно жить. Там город надо вывозить. Запах газа, он постоянный. Это все равно, что вы будете дома жить и с включенным газом спать. Конечно, там ничего не взорвется такого, но человек этим дышит, все население этого города. Рождаются дети с болезнями, высокий уровень онкологических заболеваний. Почему Министерство здравоохранения не бьет тревогу и не встает перед Ахордой у нас сам министр? Почему он не встает? Потому что он там не живет. Давайте переселим туда в Министерство здравоохранения или Министерство экологии. Пусть там живут вместе со своими семьями. Потому что человеку жизнь дается один раз. И если компании «Шеврон» или «Бритиш Петролем», или «Лукоил», или «Казмной газ» работают, это означает, вы извините, или вы так разрабатываете место рождения, чтобы этих гучечек не было, или же располагаете свои газоносные станции, перерабатывающие и прочее-прочее, логистические, на таком расстоянии, чтобы не было вреда для города. Почему такое безответственное отношение к людям? На каком основании? Это просто практика такого отношения к людям. И все это формальности, когда кто-то из власть-имущих говорит там, да, мы какие-то меры приняли, что-то сделали. Я ни в коем случае не призываю, скажем так, стопроцентно критиковать, потому что это мы получили в наследие от Советского Союза. Вот эту модель управления, вот это отношение. Многие производства мы получили там в допотопном состоянии от Старого Советского Союза. Но за 32 года можно же было все это переустроить по-другому, перевести эти производства, если вы не будете переводить города. Почему люди должны жить в таких условиях? И эти компании иностранные, они должны платить за это. Они получают баснословные прибыли, и переработка, конечный продукт уже у нас осуществляется на заводах в Оренбурге, а не в Казахстане. Потом мы газ России получаем. Мы нефть закачиваем бог знает куда. У нас даже вот эта пластмассовая ручка, она у нас не производится. Пластмасса в своей основе содержит фенольный материал и делается из отходов переработки нефти. Мы даже свечи не делаем, которые элементарно в магазинах продаются. По сути, мы банановая республика по многим позициям. Ну, аграрная республика, продукты аграрного производства у нас перерабатываются, это понятно. Но в промышленной части мы просто сырье продаем зачастую за рубеж. У нас нет глубокой переработки. Их очень мало. И даже если они есть, они контролируются, скажем так, такими компаниями, которые в основном свой бюджет и налоговое отчисление отправляют за рубеж. Если вы посмотрите десятку крупнейших налогоплательщиков, там в первой десятке будут только нефтяные, газовые, угольные, цветной металл и прочее, прочее. Да, безусловно, миллиардные поступления в бюджет. Мы очень довольны. Но если бы мы перерабатывали бы эту продукцию здесь, если бы мы перед недропользователем ставили бы такие условия, чтобы все же перерабатывать... Это же дополнительные рабочие места. Это одно дело, когда мы продаем нефть за копейки, условно говоря. Другое дело, когда мы продаем нефтесодержащую продукцию, валютная выручка увеличилась бы в сотни, в тысячи раз. И мы не были бы так подвержены всем этим экономическим потрясениям. Ведь не надо быть семи пядей во лбу, чтобы элементарно посчитать. Это уже в 17 веке экономистами, первыми экономистами, утопистами даже рассчитывалось, как получать прибыль при развитии капитализма. А у нас Гарварды заканчивают, Кембриджи, как вы говорите. Но при этом ни одной модели совершенной нет. В чем причина? А потому что нет государственной позиции. Нет доведения ни одного проекта до серьезного логического конца. Никто не думает элементарно, скажем так, о налоговых поступлениях. У нас практически 70 или 80% всех регионов дотационные. Они себя сами не содержат на налоге. И они содержатся за счет бюджета государства, который все время датирует эти регионы. Я еще понимаю, когда регионы там малонаселенные, в промышленном плане не такие, скажем так, производственно емкие, то есть мало у них поступлений. Но тем не менее, задача экономического благополучия регионов отчасти зависит от местных управленцев, Акимов, от позиций правительства. Но если такой министр у нас или премьер-министр, тогда уж пусть аппарат президента решает. Вот сейчас год завершится. О чем будут? Медали себе вешать опять? Что выполнили, это в следующий раз сделаем. Что освоили, что не освоили. Я не говорю, что у нас ничего не делается. Ведь много хорошего делается. Но, извините, мы должны другими мерками жить. Казахстан очень богатая страна. Мы буквально за 10-15 лет можем стать на очень высокий уровень экономического развития. Но для этого нужен рачительный подход, разумный. Нужно четко оценивать все риски, выбирать правильных стратегических партнеров в развитии бизнеса. Но у нас это же не делалось. У нас годами все это делалось с коррупционных каких-то агашкинских соображений. Давайте тех поддержим, давайте этих. С какой стати? У нас власть попутала, потому что они не у себя в огороде работают. Все недра, они принадлежат народу, они принадлежат государству. То есть это четко нужно понимать, о чем речь идет. И поэтому, если мы хотим быть благополучной страной, мы должны серьезно поменять свое отношение к тому, что мы сегодня делаем. Народ должен почувствовать улучшение. У нас не все гладко и не все сладко самим народом. С одной стороны, мы вырастили огромное количество еждивенцев, которые все время просят и не хотят сами меняться. С другой стороны, мы, скажем так, серьезно, скажем так, измордовали систему образования, что высшего, что школьного. Несмотря на все успехи и наших вузов, и наших школ, не все так гладко и удачно в системе нашего образования. И мы сегодня не имеем полно... Мы не можем сказать, что у нас сегодня с высших учебных заведений выходят востребованные полноценные специалисты. Потому что есть конвейерный поток. Большинство вузов коммерциализованы, также и колледжи. Никаких вопросов. В принципе, образование – это тоже продукт, который продается. Это образовательная услуга, очень востребована. Люди не обязаны работать на государство. Они могут сами свою жизнь трудоустроить. Я не это критикую. Но я критикую, что в целом фундаментальность нашего образования упала. Качество нашего образования не стало выше. Оно, безусловно, что сравнивать с советским периодом? Оно выше. Не в плане фундаментальных наук, но в целом оно выше. Потому что мир не стоит на месте. Наука, технологии развиваются. Мы в каких-то позициях на очень высоком уровне стоим в Казахстане. У нас высокий уровень цифровизации, высокий уровень автоматизации многих процессов. Искусственный интеллект достаточно успешно вошел. Это, кстати, благодаря, опять же, в том числе и старому Казахстану, где в какой-то момент успешные менеджеры успешно все это внедрили, успешно это развивалось. То есть не надо однозначно критиковать все, что у нас было. Но нужно исходить из того, что, имея тот потенциал, который сегодня у нас в Казахстане есть, мы можем развиваться гораздо лучше, гораздо успешнее, гораздо быстрее. Потому что у нас есть каких-то лет 10-15, я так представляю, что искусственный интеллект и развитие технологий могут нас оттеснить вообще на задворке цивилизации. Потому что недра, они исчерпаемы же. Мы не можем все время жить там на нефтяные деньги и прочее. Более того, надо максимально щадящий к природе относиться. Нужно развивать альтернативную, не просто энергетику, солнечную или ветровую, но в целом ресурсосберегающую экономику. Мы не должны жить днем двух-трех поколений. Мы должны жить жизнью там тысяч поколений. Потому что то, что у нас есть, это ведь не благодаря тому, что у нас там умный президент, или был какой-то случай. Это благодаря исторической борьбе нашего народа, который сумел отстоять эти огромные территории. И когда мы говорим там здесь же говорится не образ жертвенности, который, безусловно, в истории любого народа есть. Но нам, опять же, от этого штампа нужно отходить. Казахи не народ терпилый. Мы успешный народ. Мы, несмотря на все исторические перипетии, голод, всевозможные там внешние угрозы, внутренние дрязги, на рост экономический, на кризисы, на катаклизмы, тем не менее, состоялись как одно из крупнейших государств мира, успешных государств мира. Ведь парадокс в чем? Несмотря на все наши сложности, на все несовершенство государственного управления, на все несовершенство нашей экономической модели, мы все еще остаемся вполне успешным государством. Потому что у нас есть высокий потенциал у народа, высокий интеллектуальный уровень, профессиональный уровень, он есть у народа, у населения есть. Казахи один из молодых народов. Хотя мы имеем древнюю историю, свою генетическую, тысячелетий, так же, как и свою государственность. Но, тем не менее, благодаря, скажем так, в том числе и советскому периоду, когда мы получили в целом неплохую систему образования, фундаментально получили какие-то промышленные центры. Опять же, это отдельный разговор, там все, не так все просто. Есть повод для гордости, есть повод для критики советской модели и экономического, и социального устройства. Опять же, не смешиваясь с этим, но сегодня нам никто ведь не мешает. Раньше мы говорили, ой, вай, казахи бедные, бай плохой был, ой, вай, джунгары напали, ой, вай, там русские мешали. А сегодня кто мешает? Ой, вай, Советский Союз мешал. Он говорит, я не дыгам. То есть в чем проблема? Проблема в нас самих. Когда в нас мы не должны себя дистанцировать от государственности. Понимаете? Мы не должны себя дистанцировать от того же пресловутого аппарата президента. Но это мы так считаем. Я так думаю, что основная масса народа все же патриотично. Но так ли считает себя этот аппарат президента, когда принимает какие-то решения, кадровые, политические и прочее, прочее. Поэтому я думаю, что вполне открыты эти вещи можно сегодня говорить. Ничего крамольного, оппозиционного я не говорю, но по крайней мере это должно звучать, люди должны понимать наверху, что если все так останется и не будет, скажем так, глобальных изменений, то мы можем не избежать очередного Кантара. потому что дело не в этом пресловутом Мухтаре облязове. Безусловно, он делает большую подрывную работу нашей государственности. Я не приветствую его взгляд и позицию. И дело не в каких-то там перипетиях, кулуарных, там, власть имущих, которых по-анному сажают, там, что-то разбираются, что-то укрывают. Понятно, что это государственные преступления, когда были замешаны крупнейшие чиновники первой лицей государства. Но здесь главный момент. Каждый из нас должен себе любить нашу государственность, наше нынешнее состояние, беречь, сохранять его и сделать какую-то лепту. Но это ведь больше лозунги, то, что я сейчас говорю, то, что я хочу. То есть, когда основная масса у власти, революция всегда спускается сверху, но все изменения делаются на низах. Вот то, что спускается сверху, оно низами делается. Но даже на самом низком уровне у нас нет, скажем так, достаточно синергии, потому что у нас уже мы потихонечку приходим к той точке, когда народ становится аполитичным, то есть, когда им дарят, что происходит. Очень плохая черта это. Понимаете? И это наблюдается и у молодежи. Отсюда происходит отсутствие патриотичности, отсутствие уважения не просто к нашей государственности, государственным символам. Потому что это ведь не какие-то высокопарные вещи, я сейчас на самом деле говорю, оно может так звучать, но если мы не ценим то, что сегодня имеем, если мы не болеем и не переживаем за то, что будет с нашим будущим, с будущим нашей государственности завтра. Потому что государство это ведь прежде всего политическое объединение, но оно создано ради обслуживания интересов населения, прежде всего. То есть никто ведь эту норму не отменял. Государство главный слуга народа, президент слуга народа, премьер-министр слуга народа, министр слуга народа, а кем, неважно какого региона или чиновник, он слуга народа. А теперь вы просто элементарно задайтесь. Никаких вопросов к первым лицам государства, то, что положено по протоколу должно быть у этих лиц. Машины, преференции и прочее, прочее. Охрана, по крайней мере, это должно быть ради уважения к нашей государственности. Но, тем не менее, не каждому Акиму области можно зайти. Не каждому Акиму города вы попадете. Сегодня придумали ноу-хау. В Акиматы, я в Акиматы Алматы не мог попасть трижды. Потому что приходишь, открытая дверь, сидят там пять-шесть человек, open office называется. Вы запишитесь, вам ответят. Ага, ответили, ты туда не попадаешь. Ответят, придут, да, мы по этим вопросам не принимаем. Или в такой день принимаем, хорошо, в такой день придешь. То есть, реально сама модель управления, она очень напоминает тоталитарный, когда Акиму регионов, они дистанцируются от населения, и они управляют через своих помощников, прочее, в лучшем случае. У нас полный анахронизм всей нашей масляхаты, неважно, районного, городского. Кто их выбирает, я не знаю. Собственно говоря, понятно, народ выбирает, но они явно не выглядят выходцами из народа. Они явно не выглядят, скажем так, серьезными чаятелями интересов народа. По мнению, напоминает больше служанку Акимата все наши масляхаты. Абсолютно. Редкие случаи, когда ты приходишь в какой-то масляхат и видишь адекватное отношение главы масляхата, такие случаи есть. Но это больше исключение. А ведь масляхат это, собственно говоря, орган, который должен на законодательном местном уровне влиять на решение исполнительных органов. Понимаете? Поэтому видите, сколько проблем? Да. Их неизбычное количество. И что с этим делать? Кто-то же должен это, скажем так, расставить на точки, на дыре? Но это же не делается. Даже вопрос не поднимается о том, что что-то не так. Вот что поражает. Понимаете? Если это было присуще для старого Казахстана, мы просто умалчивали, говорили там, кулуарно. Сегодня, если мы заявляем о том, что мы новый Казахстан, давайте тогда по-новому будем обустраивать все это. Если мы движемся по рельсам старого Казахстана, в новый, так скажем, вы можете сейчас, как историк, оценить действия Назарбаева в 1986 году, в декабре? Ну, его трудно оценивать, видите. Сейчас все больше говорят о том, что он был непосредственным участником. Кроме того, что он так пишет в своей книге без правых и левых. Ну, очевидцы говорят абсолютно другое, что он не возглавлял эти колонны. Плюс ко всему, на тот момент председатель Верховного Совета, это глава правительства Казахстана, он непосредственно участвовал в инструктивных действиях по разгону эти демонстрации. Ну, о чем-то можно говорить. То есть решение, кроме Москвы, он не принимал, но он был обязан подчиняться этим решениям. Если бы он был абсолютно честным как чиновник, он бы сказал бы, нет, я не согласен с этим и мог просто уйти, написав прошение, да? Но он же этого не сделал. Плюс ко всему была попытка присвоить часть лавры на себя. Может быть, с этим связано то, что сейчас мы отмечаем 16 декабря День независимости, сделали из этого действительно праздник кровавый, так скажем. Вы знаете, как-то один мой хороший приятель, журналист, политолог написал, что Казахстан был катапультирован независимостью. Дело в том, что мы же за свою независимость, скажем так, на политическом уровне, на высшем политическом уровне, не на уровне низов, на высшем политическом уровне мы не боролись. Не боролись. Я об этом хочу сказать. И Назарбаев был как раз одним из тех, который хотел остаться в составе Советского Союза, потому что по тем документальным хроникам, я же историк-архивист, ему была предложена должность премьер-министра СССР, то есть Михаил Сергеевич Горбачев, на тот момент глава партии, собственно говоря, формально он руководил страной, президент СССР, он хотел максимально сохранить Союз. Но Россия ведь первым избежала и убежала из Советского Союза, а потом бессовестным образом объявила себя преемником СССР. Сперва бросив свою же страну вместе с Беларусь и с Украиной так называемый славянский сговор, куда, собственно говоря, Казахстан тоже звали, но Назарбаев туда не полетел, а пролетел именно Горбачеву. Тоже опять же, но это надо у него спрашивать, понимаете, можно все что угодно говорить, но факты говорят совсем о других вещах. Политическая верхушка нашей власти, но Султан Абич Назарбаев был на самой вершине, она не боролась за независимость Казахстана, не боролась, и она была просто вынуждена констатировать, не могла же она находиться в составе СССР и называться там преемником СССР, хотя преемником, наверное, мы и являлись, потому что мы были последними, кто вышел из состава, просто мы вынуждены были. это Прибалтика первым вышла, это Закавказские республики следом пошли. Почему так произошло? Народ, государство, которое на территории Советского Союза первым заявило политическое неповиновение, скажем так, действием центрального руководства Советского Союза в 1986 году, это был первый серьезный звонок ни Прибалтики, ни Закавказья до этого даже и не пытались такие вещи делать, но то, что казахский народ поднялся, поднялись именно казахи, именно казахи. Еще раз говорю, среди протестующих практически не было лиц другой национальности, практически, там единичные случаи. Это тоже ведь о многом говорит. Молодежь, но опять же молодежь с какими лозунгами выходила? Лозунги были такие, да здравствуют идеи Ленина, к примеру. Один из лозунгов, что за лозунги такие? Ленин же ведь, он проповедовал право нации на самоопределение, одни из первых декретов после Земли и Мири. Ленин проповедовал интернационализм и четкую приверженность, уважение там. Другое дело, что одно дело он трактовал и как это происходило. Ну, очень жесткий лозунг был, конечно, каждому народу своего лидера. Поэтому трудно мне что-либо сказать. Я думаю, что мы должны к первому президенту нашего государства в любом случае относиться с определенной долей скепсиса. Мы так воспитаны, что к людям пожилого возраста должны относиться с уважением. При первом президенте сделано многое для страны. Но опять же, если мы будем мерить тем, что он был первый, он оказался не потому, что как бы так сошлись звезды, да, как в одной фильме говорится, потому что так это произошло. Он не боролся за нашу государственность. Он не боролся за нашу независимость. И это черные пятна в биографии нашего президента. Их у него достаточно. Не мне судить, не мне о них сегодня говорить. они общеизвестны. Я здесь никакую Америку не открываю для большинства населения. Просто говорю о том, что думаю. Спасибо большое, Куандек Чингизович. У нас в гостях был Куандек Кудайбергенов, историк. Спасибо вам большое за это интервью. Удачи вашему каналу. Благодарю. Дорогие друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, если вам действительно есть что сказать. Всего доброго.